добрый день дорогие друзья вы на канале клан сибирских цветочниц сегодня мы с вами будем разговаривать о маринованных огурцах сразу скажу это второй рецепт из тех огурцов которые мне понравились у юлии меняевой те кто не видел видео про огурцы соленые я тут пока буду раскладывать еще чеснок вот и параллельно буду объяснять я расскажу что два или три года назад я заморочилась взяла все видео про заготовку огурцов известного блогера юлии меняевой и приготовила их все потом я их пробовала и писала для себя какие-то комментарии отзывы в результате я выбрала один рецепт соленых огурцов самый удачный самый быстрый самый вкусный я его показывала примерно неделю назад и один рецепт огурцов маринованных вот тот рецепт я уже показала я сейчас хочу сказать спасибо огромное юлии огромное и уважение и благодарность за рецепт огурцов маринованных значит эти огурцы они стоят в комнатных условиях стоят всю зиму и вот сейчас у меня с прошлого года стоит две баночки вот такие вот полутора литровая ничего с ними не происходит то есть без потери вкуса качества кондиции и внешнего вида у меня здесь у меня было ведро огурцов вот наконец-то урожай пошел вот с 10 литрового ведра это обычно 6 полутора литровых баночек я готовлю в полутора литровых потому что кстати они у меня перила росли немножко но они и переросшие будут хрустящими и такими тверденькими я готовлю маринованные когда нарастает уже много потому что сейчас будет чуть чуть больше возни с рассолом чем для соленых соленая я могу закрывать по одной баночке маринованных сейчас 6 штук закрою но потом может быть еще шесть штук и хватит у у нас как бы небольшое потребление соленостей так значит чтобы не отвлекать ваше внимание не занимать смотрите на дне банки лежит листья хрена лежит укроп можно еще положить смородину у меня ее просто нет она у меня не не посажена скажем так и сверху вот чеснок потом в конце мы будем еще листья хрена тоже сверху укладывать мы делаем несколько заливок вот первая заливка сейчас она будет просто кипятком для чего мы ее делаем для того чтобы огурцы прогреть и продезинфицировать то есть вот эти вот банки все заливаем просто кипятком кипяток крутой вот только что закипела чайник наливаем по огурцам не по стеклу чтобы баночка не лопнула в принципе ничего не произойдет никогда банки не лопаются если не лить прямо на стекло наливаем до верху и прикрываем крышечкой который мы будем закатывать вот я для самого верха налила прикрыл раз следующий кипячок заливаю в таком виде мы оставляем огурцы до того момента когда нужно будет взять в руки потом эту воду будем сливать для того чтобы слить воду когда пришло время все вот банку можно взять мы используем снимаем вот эту крышку аккуратно и не складываем используем вот такую вот пластиковую крышечку очень удобно видите с дырочками вот с помощью нее очень удобно сливать я сейчас солью все эти 6 банок вы знаете что сделаю еще раз буду кипятить чайник и второй раз буду заливать тоже просто кипятком и потом сливать второй раз делаем все точно так же наливаем крутым кипятком до верха ничего не боимся ничего уже точно точно не лопнет наши огурцы прогреты зелень вся кипяточком промытая но мы на всякий случай делаем это еще раз точно так же этими же крышечками прикрываем сверху оставляем тоже до того момента как банку можно будет взять в руки после второй заливки огурцы поменяют цвет так и должно быть третья заливка производится уже рассолом на 1 литр воды 1 столовая ложка с горкой соли и 2 столовые ложки без горки сахара все должно закипеть и плюс примерно чайная ложка перца горошка на литр и так рассол у нас закипел и мы сейчас легким движением руки превращаем его в маринад вот слита вторая вода смотрите сначала нужно взять 70 процентную уксусную кислоту и на 1 литр то есть на литровую банку это он так закипел на литровую банку мы берем все выключаем на литровую банку берем одну чайную ложку соответственно на полутора литровую полторы чайные ложечки и и сначала добавляем его уксус а теперь заливаем рассол я беру вот такую широкую воронку с широким головом мне так удобнее и и заливаю стараясь чтобы попадали и перчинки сюда и основной рассол который у нас уже маринад вот таким образом банку нужно залить до конца до самого верха обратите внимание если у вас наверху лежит зелень если вы укладывали и еще сверху нужно обязательно чтобы эта зелень была прямо погружена в этот рассол маринад потому что но иначе она вам помешает процессу закатывания сразу же после того как залили маринадом сразу же нужно крышки одеть и закатать крышки дополнительно стерилизовать не нужно потому что они у нас долгое время вот так до самого верха они у нас долгое время обрабатывались паром обрабатывались паром то есть они же у нас были на банках пока мы заливали это все и они обрабатывались паром кроме того когда мы перевернем эти банки дополнительно обработается еще шовчик не желает стоять шовчик который образуется между крышкой и собственно содержимым ничем укутывать не нужно будет рецепт очень простой все мы можем быть уверены в том что у нас наши огурчики абсолютно стерильные прекрасно сохраняться всю долгую зиму мне кстати очень понравилось видео барышни крестьянки на эту тему которая говорила о том что она всего заготавливает по 40 банок поскольку зима 40 недель 9 месяцев и вот раз в неделю открывают баночку с чем-нибудь вкусным и съедают ну мы готовим конечно меньше заготавливаем нам хватает но вот эти два рецепта вот этих маринованных и соленых огурцов я искренне вам желаю попробовать все сейчас я буду уже закатывать заливать остальные чтобы вас не утомлять я с вами прощаюсь напишите пожалуйста свои замечания к этому рецепту еще раз спасибо Юлия Меняева за замечательный рецепт с вами была Анжелика пока пока с вами была Анжелика я